парни всем привет девчонкам тоже приветик значит данное видео не будет нести никакой смысловой нагрузки записывал в честь того что набрали пороговое число в 10 тысяч подписчиков на канале тем не менее всех подписчиков прошу досмотреть видео до конца потому что канал он не мой он наш вы все акционеры сейчас нас так сказать будет небольшое собрание совещание по этому поводу есть вопросы которые нужно обсудить нужно проконсультироваться поэтому смотрите это видео до конца и первым делом я хочу сказать спасибо всем тем кто подписан на канал и поддерживает именно благодаря вашей поддержке мы продолжаем снимать всем тем кто критикует дает советы указывать на ошибки вам тоже огромное спасибо но и всем тем кто просто разводит чернуху в комментариях пишет матом переходит на оскорбление не только меня но и других пользователей вам я желаю хорошего настроения но не отчаивайтесь держитесь все в жизни наладится спасибо вам что вы сырете в комментариях вторым вопросом у нас сегодня honda accord на самом деле в прошлую субботу мы ездили снимали эту машину и знаете что получилось мы приехали все сняли от просто все сняли два раза специально проверяли звук наш на улице было прохладно морозно но не проверили звук после так как сделали тест-драйв в итоге приезжаю домой мы ездили снимать его в москву очень другой конец приехали сняли полдля на это ушло вернулся вечером домой начал монтировать но думаю сейчас все сделаю классно будет выложу и тут тебе на половину можно сказать видео самого главного не записался звук соответственно можно было наложить его там что-то договорить на фоне но я сначала начал пытаться делать но получался такая просто бяка и как бы вот знаете лишь бы выложить мы по такому принципу делать не будем поэтому с человеком я созвонился объяснил то что такая ситуация произошла он все понял пошел на встречу говорит да не вопрос приезжай пожалуйста снимайте еще раз будем снимать ее на выходных опять же подберем день и по-любому с ним тачка на самом деле просто забегая наперед honda accord очень удивила вращаю ваше внимание то что автомобиль это не максимальная комплектация назовем ее средний включаем заднюю передачу появляется у нас камера первое ну динамичная разметка раз нажимаем на кнопку и есть различного рода режима сейчас он просто на бену на снегу то есть камера смотрит вниз сейчас камера как бы более такой широкий угол дает сейчас она приближать то есть три режима есть просмотра от 9 кузов я был шокирован местами от серьезного был местами шокирован потому что я имел дело с 8 аккорд у меня на нем ездил я представляю что это за машину но 9 аккорд часто пишут то что потратить денег на рекламу то что куда-нибудь кому-нибудь закинуть чтобы про тебя рассказали ребята мне это абсолютно не надо по простой причине что канал для меня хобби от меня есть настроение что-то снять у нас есть машина есть погодные условия мы идем снимаем я например вижу так то что денег на тратить на звук на хороший звук денег там тратить на хорошие камеры денег надо тратить там на развитие какие-то курсы можешь пойти по монтажу ну чтобы картинка качество было интересней а вот это вот какому-нибудь там энному блогеру сказать чтобы он вот здравствуйте дорогие друзья сегодня спонсор выпуска канал там дмитрия мошкова парень да вообще это бредятин вы как акционеры канала принимайте в этом активно участие пишите в комментариях что можно было бы еще снять какие можно было бы дополнительные рубрики вести ну касаемо авто тематик с автомобилем связаны может истории может быть пробитые машины рассказать то что ну какие-то такие тонкости вещи подумайте сами тоже есть есть у нас тут какие-то наметки в голове пишите будет интересно почитать обсудить пишите в комментариях пишите в личное сообщение как вам удобно четвертый момент но он вытекает из третьего это реклама на канале начали поступать такого рода предложения где человек не звонит и говорит давайте-ка сейчас на вашем канале в ближайшем видео каком-нибудь разместим рекламу где вы будете рассказывать о том что вы у нас купили зимнюю резину она к вам пришла с доставкой что все было классно мы вам дадим денег но денег предложили 10 тысяч игры получается выходить чтобы просто наврал в наглую вот вышел сказал то что я купил там потанка резина и говорят ну как бы это не то что на врат и начинается гранение не спокойно не надо то есть уже начинают закидывать различного рода удочки как-то расписал какой-то видеорегистратор хотели они я им не ответил и в итоге они не стали не звонить не писать нам как-то ушло 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 хочу подчеркнуть очень важно что канал для меня это хобби это не бизнес я не пытаюсь на нем что-то заработать я ни разу ничего не приду не продавал ни разу не снимал какие-то заказные ролики снимаем в удовольствие вам нравится мне нравится будем продолжать снимать совсем другие тематики на канале то есть не про машина про что-то другое ну как вы знаете пару раз когда ездили отдыхать снимали ролики про доминикану например и там ну такие некие видеоблоги получались хочу попросить вас отнестись к этому с пониманием поэт потому что создавать второй канал для этих вещей нет никакого смысла так как за границей мы выезжаем крайне редко и поэтому если сделать другой канал там ролики будут хоть два раза в год ну как три раза в год их мы стараемся делал тоже интересными тоже затронуть различного рода тему что вот здесь 15 посмотрел все как будто бы вам чтобы уже хоть представление было многим нравится подписчикам поэтому будем продолжать ну поедем куда-то отдыхать сделаем mazda 6 все началось именно с нее буду продолжать снимать дневник сейчас у машины пробег 58 тысяч 500 километров уже высветилось то что нужно сделать плановое то скорее всего в следующую субботу это сделаю сегодня 2 декабря у нас сделаем то тут парочку моментов таких есть а вот на то съезжу проконсультируюсь посмотрим и я вам и про все это расскажу кратенько заснимем как обычно все покажем состояние автомобиля ну и что называется очередная серия про mazda 6 то же самое касаемо nissan murano а с nissan у нас следующей ситуации помните он как-то говорил то что лампочка у меня правая перегорела но ближний дальний так в итоге до сих пор ничего с этим сделать не удается во первых времени не так много этим заниматься во вторых местные специалисты вот здесь у нас никто браться не хочешь потому что чтобы поменять лампочку нужно разбирать полморды в частности хотя бы снять нужно бампер передний вот пластик клипсы может все это лопнуть в общем бояться не лезут приехал к официальному дилеру официальный дилер тоже за это браться не стал представлять просто не стал браться конечно сделал диагностику разобрал фару пытался сушить ну по крайней мере он так говорит в итоге все свели на то что якобы есть микротрещина новую лампочку вставляешь ничего не загорается разбираться с проблемами вообще не охота на все одно решение купи себе новую фару либо же ищи фару на разборке если есть спицы по фарам подскажите вот запотевшая фара про сама собой одним днем запотела и перегорел лампочка сейчас ничего не происходит а так в целом машина 118 тысяч пробег все жидкости поменяны включая масло в коробке все нормально нареканий по машине нет ничего не дергается все есть отлично на этом собственно все обязательно что называется кровь из носа снимем honda accord подписывайтесь на инстаграм канала туда я выкладываю только анонсы новых видеороликов так как сейчас темнеет рано снимаем в основном либо по выходным либо в будни но в обиденный перерыв люди пишут понемножку предлагают машины смотрим что поинтереснее обязательно будем продолжать снимать если у вас есть также новые автомобили пишите с удовольствием поработаем обязательно смотрите москва московская область то есть вот какие-то такие район потому что расписали пару раз в чечне предприезжаю вот там есть машина можно снять игроки сейчас съел поехал далеко понятное дело если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментарии всем спасибо за поддержку еще раз большое спасибо то что вы подписывайтесь на канал и поддерживаете но так на этом все всем спасибо за просмотр всем до новых встреч пока пока